Добрый вечер, эфир Первого Приднестровского продолжает вопрос дня. В студии Анастасия Чернетинская и Зинаида Кицкан. Бендерский политех, находки археологов, туры по Приднестровью с кэшбэком. Об этом поговорим сегодня. В Приднестровском госуниверситете продолжается вступительная кампания. До 20 июля можно подать документы, дальше вступительные испытания. Студенты будущие хотят поступить на филологические, юридические факультеты. Также есть желающие поступить на агронома, на психолога. Есть такие специальности в нашем главном вузе страны. Еще ждут абитуриентов в Бендерском политехническом филиале ПГУ. И с нами на связи сегодня директор Бендерского политеха Светлана Иванова. Светлана Сергеевна, здравствуйте. Добрый день. Горячая вступительная пора. Абитуриенты спешат подавать документы. Много потенциальных студентов уже успели сделать это у вас? Да, у нас неплохие цифры по подаче документов. Если рассматривать по высшему профессиональному образованию, это уже 39 заявлений. Если рассматривать по среднему профессиональному и начальному профессиональному образованию, 84 заявления. И 17 заявлений – это отделение профессиональной подготовки. Но это действительно ваше учебное заведение представляет не только ступени высшего образования, все от начального, профессионального и так дальше. Есть абитуриенты, которые приходят и полностью, вот 100% не уверены, что хотят поступить и сделать этот выбор вот здесь и сейчас. Как их ориентируете, как помогаете им? Вы знаете, большинство абитуриентов, потенциальных студентов приходят и знают, кем они хотят быть. Как никогда. Во-первых, потому что у нас несколько лет функционирует Бендерская политехническая заочная школа. Мы сотрудничаем со школьниками города Бендер. И в течение учебного года они посещают дополнительные занятия. Соответственно, уже определенные программы я не знаю. У нас существует школа при студии архитектуры. Она также функционирует не первый год. Соответственно, кто хочет быть архитектором, он целенаправленно идет. Проводились курсы по информационным технологиям. Ну, мне кажется, здесь нам равных нет. У нас только договорные места. И очередной год, третий, мы набираем неплохие результаты два года подряд по две группы. На сегодня мы работаем по приему документов, ну, так скажем, аккуратно две недели. Но уже 17 заявлений подали на платное обучение. Сказать точно, что кто не готов, не знает, это единицы. В основном ребята знают, кем они хотят быть. Если это высшее образование, мы сразу предоставляем, рассказываем возможности той или иной специальности профессии. Если это среднее профессиональное образование, соответственно, представляем широкий спектр. Есть абитуренты, которые, говорю, как целенаправленно идут. Кто-то целенаправленно идет только на договор. Кто-то желает получить специальности профессии начального профессионального образования. Такие, например, как повар-кондитер, автослесарь. Тоже здесь ребята приходят, целенаправленно знают, что хотят достигнуть. Если поподробнее о высшем образовании, какие специальности можно получить в бендерском политехническом филиале? Итак, у нас неплохой спектр специальностей. Первое – это архитектура, направление архитектуры, профиль подготовки, архитектурное проектирование. Второе направление – это строительство. По данному направлению есть бакалавриат и есть магистратура. Здесь два профиля подготовки по бакалавриату. Это промышленное и гражданское строительство и теплогазоснабжение и вентиляция. Следующий профиль – это экономика. У нас узкая специализация, экономика предприятий и организаций, строительство. То есть целенаправленно на область строительства. Также есть магистратура по данному направлению. Есть специальность наземные транспортно-технологические средства и специальность автомобильная техника в транспортных технологиях. Второй год мы набираем – это специалитет. И новая специальность, которая открыта в рамках контрольных цифр, как нововведение – это информационная безопасность автоматизированных систем. И желающий поступить на данное направление уже есть. А куда самый большой конкурс? Вот по опыту прошлых лет, куда наибольшее количество абитуриентов подают заявки? Бесспорная архитектура. И сегодня мы лидируем и можем говорить о состоявшейся уже группе только за две недели поданных заявлений. По бюджету уже будет конкурс. У них и так творческий конкурс дополнительно, это по черчению, по рисунку. Но исходя уже из количества поданных заявлений, конкурс состоится полноправно. А вообще много бюджетных мест в этом году есть? И у кого большие шансы попасть именно на бюджет? Результаты олимпиад, различных конкурсов учитываются? Естественно. И олимпиады, проходящие на территории бендерского филиала, профориентационные олимпиады – все это указано и в правилах приема. Дается им определенные привилегии. Естественно, мы ждем и медалистов, и мы всегда заинтересованы. Хочется отметить, в этом году есть медалисты из лицея города Бендеры, которые целенаправленно шли на кафедру архитектура, работали в школе-студии при данной кафедре. Сказать, у кого больше, ну, наверное, того, кто желает поступить. Он работает на это, и у него действительно будет больше шансов поступить на ту или иную специальность. Если не хватит баллов для прохождения на бюджетную основу, предлагаете всегда по договору, да? Если есть такая возможность. Да, конечно. Студент рассматривает различные моменты и предполагает себя, и выбирает форму обучения договорную. Есть еще и плюсы, связанные с дальнейшим трудоустройством, потому что это гарантированное рабочее место. Сами предприятия, сами работодатели обращаются в ВУЗы, хотят молодых специалистов видеть у себя. Если есть какие-то спорные моменты, которые нужно выработать, или навыки уже в процессе работы, они готовы обучить. Главное, чтобы был этот выпускник, был этот специалист. Вот насколько востребованы профессии, которые сегодня дает Ваш ВУЗ? Наши все востребованы. Сразу говорю, архитекторов не хватает. Их запрашивают, мы не закрываем цифры. Не хватает катастрофических строителей. И по направлению именно промышленного и гражданского строительства запросы идут, и теплогазоснабжение, вентиляция. Не хватает информационных технологий. Это по высшему образованию. Если не забыть еще и среднее образование, рабочие специальности и профессии более востребованы. Мы не закрыли заявки по электромонтерам. Вы знаете, что это необходимая специальность для республики. По строителям они смогли удовлетворить все заявки всех потребителей. Новая специальность у нас – это эксплуатация транспортного электрооборудования, автоматики. Мы работаем по договору с Бендерским троллейбусным управлением. Они ждут уже наших специалистов. И что хочу сказать, сразу просят на производственной практике к ним отправлять, чтобы уже видеть и готовить для себя специалиста с последующим трудоустройством. Это я могу, в принципе, сказать по всем направлениям. На распределении ребята меняли сферу деятельности, именно то предприятие, на которое они собрались идти, и шли на те рабочие места, где хватка катастрофическая была. Потому что при распределении студентов присутствовали представители производственной сферы, и тут же переписывали ребята заявления, переходили на другие пункты работы в силу того, что действительно город и республика нуждаются. То есть ВУЗ всегда в обратной связи с государством, и вот эта вот потребность, она в первую очередь закрывается там, где наибольшие необходимости есть. Еще одно поручение президента – это вовлечение в систему профессионального образования выпускников учреждений коррекционного профиля. Что вы этим ребятам предлагаете? Этим, ребятам, мы предлагаем сборщик обуви и швея. Две специальности, востребованные. Сегодня скажу, что на сборщика обуви уже подано 11 заявлений. На швею 4. Тоже будем смотреть, набираем ребят, к чему у них привязанность, где лучше получается. В этом году это был для нас тоже своего рода пилотный проект. Считаю, что мы с достоинством справились. 12 июля мы будем вручать им свидетельства об окончании профессиональной подготовки. Кто-то из них изъявил желание, и согласно закону они могут поступить на другую родственную специальность. Ну, если они были сборщиками обуви, они пойдут на швейное дело. То бишь имеют право за два года получить две разные специальности. У ребят получается, хорошо сдали экзамен. В принципе, все хорошо. Я думаю, что мы справляемся с этим пилотным проектом. И в данном учебном году для набора 2024 года у нас эти цифры увеличены. Немножко, но увеличены. Если говорить в общем о развитии ПГУ. Президент Красносельский направил в Верховный совет проекта развития ПГУ на 2025-2029 годы. Там все. От повышения квалификации педагогов и оснащения учебных лабораторий до ремонта общежитий и корпусов. 56 миллионов рублей. Столько планируют потратить на развитие госуниверситета в ближайшие пять лет. Больше всего планируют потратить на инфраструктуру. В частности, на реконструкцию студенческих общежитий, столичного аграрно-технологического факультета и в том числе вашего бендерского политехнического филиала. И вот насущный вопрос для студентов. На данный момент, иногородним, вы предоставляете общежитие? Да, конечно. Они проживают в студенческих общежитиях в городе Террасполь, на территории госуниверситета. Обязательно. Студгородок един для всех. Но предварительно нужно указать, что да, я желаю проживать в общежитии. Это должно быть обязательно указано. Итак, приемная кампания продолжается. Документы в ПГУ принимают в будние дни, каждый день с 9 до 17.00 и в субботу до обеда до 14.00. Заявление на поступление к вам нужно подавать именно в бендерах? Да. Только в бендерском политехническом филиале корпус А. Ждем всех с нетерпением. И вступительное тестирование тоже у вас будет проходить непосредственно в бендерах? В зависимости от количества поступающих, госуниверситет определит, если будут спорные вопросы и малое количество абитуриентов, они будут находиться в головном вузе. Кроме только лишь творческого испытания архитектуры, так как они проходят в специализированной мастерской по рисунку и живописи. Это условия сдачи экзамена, есть свои требования. Вся интересующая абитуриентов информация есть и на официальном сайте и на сайте бендерского политехнического филиала ПУГУ. Все можно доступно увидеть и прочитать, еще раз ознакомиться. Но мы подходим к главному, к вопросу дня для тех, кто еще не сделал свой выбор. В чем плюс вашего учебного заведения, вашего бендерского политехнического филиала и почему стоит выбрать именно вас? Потому что мы единственные с многоуровневой системой образования от начального до магистратуры. На территории филиала есть все, что необходимо для учебного, научного процесса воспитательной деятельности. Мы находимся в удобном расположении транспортной доступности. Это фактически центр города. Хочется отметить, что у нас своего рода кластер на территории все в ближайшей доступности находится. У нас есть своя столовая на 220 посадочных мест с ежедневным горячим питанием. У нас работают два буфета, электронная библиотека, ряд лекционных залов, оборудованных мультимедийной техникой, связь и выход в интернет с возможностью производить обучение с разных точек. Вычитывают лекции остепененные преподаватели из Российской Федерации. У нас свой актовый зал, спортивный зал и целый спортивный комплекс, дополнение. У нас свой стадион. Считаю, что я перечислила уже все возможные плюсы для будущих студентов. Слушайте, максимально емко и максимально информативно. Очень захотелось опять погрузиться в студенческие годы. До 20 числа есть такая возможность присоединиться и стать студентом Бендерского политехнического филиала Приднестровского госуниверситета. Вам спасибо большое и будем ждать результатов приемной кампании. Спасибо. У приднестровских археологов продолжается горячий сезон. Сейчас специалисты ведут раскопки кургана в Слободейском районе, изучают тысячелетние погребения. За две недели раскопок специалисты лаборатории археологии нашли более 15 захоронений. Это эпоха бронзы. Значит, нашли керамические кожаные сосуды, ожерелье с клыком. Но, как говорят сами археологи, находки немногочисленные. И все потому, что многие захоронения пострадали от черных копателей. Одно погребение ингульской катакомбной культуры – это вторая половина третьего тысячелетия до нашей эры, то есть возраст 4-4,5 тысячи лет назад. Еще одно разрушенное погребение, уже в данном случае пахотой, мы обнаружили также сегодня вверху. То есть когда-то, когда эта территория распахивалась, ну, в общем-то, этому погребению повезло не очень сильно. Действительно, очень часто во время своей работы археологи не обозначают точную геолокацию, где они находятся, потому что желающих вот этой легкой наживы очень и очень много. Страдают действительно очень ценные погребения. Для людей, которые в поисках золота туда приходят и начинают копать, ценностей не представляют. Но эти курганы действительно наше наследие и достояние. Их нужно изучать, и надо, чтобы этим занимались только квалифицированные специалисты. Сейчас на летней практике вместе с преподавателями находятся и студенты. Для многих это первые раскопки, только присоединились и привыкают ко всем лишениям, потому что очень жарко с раннего утра до позднего вечера работают. Но такая их специальность. Накануне расчистили и изучили еще одно погребение ямной культуры. Определить пол умершего по скелету пока не предоставляется возможным, но вот культуру археологи называют однозначно. Это костяк взрослого человека. И, скорее всего, судя по положению костяка, по его ориентировке, он принадлежал к ямной культурно-исторической общности. Это эпоха раннего бронзового века. Сколько тысяч миллионов лет назад? Миллионов – это где-то пять тысяч лет, даже не пять тысяч, шесть тысяч лет. Это конец четвертого, начало третьего тысячелетия до нашей эры. То есть по расположению умершего, то, что есть у него согнутые колени, можно определить, к какой культуре он относился? Да, то есть мы можем сказать, что это погребение именно этой эпохи, именно этой культуры. По положению костяка. Они ноги были коленями вверх согнутыми, просто со времени они упали направо. Теперь все находки отправятся на дальнейшую экспертизу специалистам. Они будут работать со всем найденным костным материалом, а археологам предстоит изучить еще несколько захоронений. Все работы специалисты ведут за счет гранта президента. Нилархеология получает его уже четвертый раз. И действительно большой фронт работ стал возможным. И это и дорогие исследования за границей всего найденного материала, радиоуглеродные анализы. Ну и, конечно же, первоочередные работы, когда большая техника, землеройная, приходит на объект и снимает верхний слой земли. Надо отметить, что курганов на территории нынешнего Приднестровья много. Археологи их последовательно изучают. В приоритете так называемые спасательные работы. Это когда из-за хозяйственной деятельности человека насыпь кургана практически сравнялась с уровнем остальной местности. Поэтому археологические работы ведутся в основном там. Сезон еще продолжается и о всех находках этого лета сотрудники научно-исследовательской лаборатории обещают рассказать уже осенью. В наших соцсетях вы можете увидеть все новости первыми прямо с места событий. Видео, материалы, фото летит все в наши соцсети, соцсети первого Приднестровского. Там делились и итогами вступительной кампании, и выпускными. Очень много всегда эмоций от наших подписчиков, когда выпускной в специализированных учебных заведениях. И этот салют из монет всегда набирает наибольшее число просмотров. Но если мы говорим о видео этой неделе, наверное, нет равных Артему Мазеру в Лавандовых полях. На прошлых выходных состоялся фестиваль в Гаянах. И этим Лавандовым морем Артем насладился сполна. Поехал туда снимать программу «В путь по-новому». Исследовал все, поучаствовал в мастер-классах, познакомился с мастерицами, попробовал себя в роли фотографа, узнал, каково быть на этом фестивале волонтером. И немножечко помучил организаторов. Если вы смотрели «В путь по-новому», мы все это видели. Ну а если вы подписаны на наш Телеграм и Вайбер Первого Приднестровского, вы определенно видели, как Артем вдохновился, что даже вышел в конце вечера и спел. Вот это вот было удивление для всех участников фестиваля. Давайте еще раз посмотрим. Итак, дорогие телезрители, мы сегодня показывали, как отдыхают наши люди. Настало время той самой музыки. И скоро будет выступать группа «Ланжерон» на Лавандовом поле. Эти аплодисменты вам, дорогие телезрители. Добрый вечер, здравствуйте! Только прилетели издалека. Вчера выступали в Карагаше, я сегодня здесь. Это был заключительный выпуск этого сезона. Ну а все выпуски программы «В путь» можно найти на нашем сайте и на YouTube-канале Первого Приднестровского. Там есть что посмотреть, пересмотреть. Ну а мы переходим к теме летнего отдыха. Для всех любителей проводить свой отпуск активно есть приятные предложения. Очень много туристических компаний, которые развивают наш внутренний туризм и предлагают множество самых разных туров, однодневных туров, выходного дня, это если у вас июль месяц рабочий. Но поговорим, наверное, конкретно. В эту субботу есть один из сплавов от тур-клуба «Эва». Маршрут «Григориополь-Индия». Это живописный участок реки. Несмотря на то, что Днестр милеет, об этом говорят все специалисты, для того, чтобы пройти его на байдарке вполне комфортно. И приятный бонус – кэшбэк 20%. Это если купить билеты на сайте «Билет.ПМР». В эту субботу, 29 июня, можно отправиться в сплав вместе с агентством «Летс Гоу» маршрут «Бычок-Парканы». Организаторы обещают не только сплав на байдарке, но и знакомство с историей села «Бычок». Это посещение подземного города и подземного озера «Штольни», знакомство с селом «Парканы», с болгарской культурой, дегустация традиционного блюда, баницы. Кэшбэк тоже 20%. На следующие выходные тоже будут сплавы. Есть и однодневные, есть и двунгемные. Обещают отправиться на север республики и исследовать тот участок и реки. Ну а в следующую субботу, также 6 июля, всех приглашают в село Водотурково. Это село в Рыбницком районе. Там будет большой праздник Ивана Купала. Начало в 19.00. Будут и народные ансамбли, и хороводы вокруг костра, ну и, конечно, традиционное плетение веночков. Также на следующей неделе, 7 июля, агентство «Рио» и Анжела Пономарева приглашают всех в село Валядынка, Каменский район, на праздник семьи, любви и верности. Будут выступать народные ансамбли, будут конкурсы, прогулка на квадроциклах, обед в казачьем гостевом доме, кэшбэк 20%. Ознакомиться с этими и другими туристическими предложениями можно на сайте «Билет.ПМР». И приятное вот это дополнение, когда ты приобретаешь билет на сайте, и от 20 до 50% туристическим кэшбэком возвращается тебе снова на карту. В Рубнинских Белочах тоже приятное такое открытие этого сезона. Можно покататься на квадроциклах. Стартуют ежедневно от кафе «Заправка». Разрабатывают и новые маршруты, чтобы было возможно подняться к водяной мельнице. Она там тоже на реконструкции находится. Ну а пока для всех предлагают и семейные туры в том числе. Июль на Первом Приднестровском. Время отпуска для многих телепроектов. Программа «Вопрос дня» тоже уходит в отпуск, но тем не менее будет что посмотреть. Значит, КЭБ остается в эфире ежедневно. Каждый будний вечер в 20.30. А сразу после повтор всех выпусков четвертого сезона «Страны легенд». В понедельник первый выпуск. Это четвертый сезон и первый тур. Можно вспомнить, если вы следили за этими играми. Можно насладиться ответами команд, ну и, конечно, немножечко подслушать их варианты, их версии, которые рождались уже в процессе обсуждения. Сразу после того, как вы узнаете чуть больше об истории Приднестровья и не только, можете насладиться фильмами, художественными фильмами. Лучшими мы отобрали их для вас тоже в нашей компании. Наслаждайтесь летом и оставайтесь с нами. В студии работали Анастасия Чернитинская и Зинаида Кицкан. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова